Приветствуем всех! Это был долгий путь. Точнее, сначала мне удалось достаточно спокойно раскидать там, не помню, то ли бандитов, то ли вас. И практически пройти, но потом пришло в голову, что на ферме яблок, забыл как она называется, можно собрать яблок. Вернулся и обратный путь стал просто издеваться, учитывая, что в него попался тролль, который пришел долго расстреливать из лука, и удалось это явно не с первой попытки. Да и еще сами бандиты, это просто жесть какая-то, укладывали с одного бандера. Ну, зато выяснилось, что оказывается эликсир мастера воли от эликсира воли лежит с тем, что повышает максимум магических сил, а эликсир жизни от эликсира здоровья, ну, примерно, делает то же самое для здоровья. И нам надо, кстати, повысить силы и загнуть в городок, чтобы... Кто там, кстати, бродит? Задание какое-то? Чтобы не так тяжко приходилось в боях дальше. Но в городе, надеюсь, закупим. Хотя нет, в Гильз тоже, наверное, можно закупить то, что нам необходимо. А, ты просто торговец летит и все-таки пристадает. О, привет! Я смотрю на кого-то, чтобы меня в Орчард-фарм. Я тебе зарплату, если ты помогаешь. Это может быть опасно для трейдеров вокруг здесь. О, вот и дело, видишь? Ты получишь половину до трейдеров, и остальное, когда мы там в одной части. Просто говори мне снова, если вы решите, чтобы меня эскортировать. Я буду ждать здесь, пока. Пока. Угу, ясно. Сейчас я сначала заглянем все-таки в Гильдио. У нас заданий особо никаких нету. Если нам сейчас специально ничего не навяжут, мы просто станем чуть сильнее. Может, попытаться сопроводить. Не знаю, правда, как попытки это удастся. Так, первонаперво. Кажется, нам сюда. Так, магия. Магия. Еще раз магия. Нет, где-то лечение. Молны, кстати, сколько. Но, в принципе, у нас хватает. Похищение жизни. Ну-ка, покажи. Похищение жизни. Похищение жизни. Похищение жизни дает возможность заглянуть и лечить себя за счет жизненной силы врагов. Чем выше уровне заглянуть, тем больше жизненной силы похищается. Только злодеи могут творить заглянуть. Почему? То есть, как говорится, вбить клинок по самый позвоночник, это пожалуйста. А как жизнь взять себе на пользу, это сразу, ай-яй-яй, возбраняется. Ну ладно. Призыв. Призывая душа существа из-за огромного мира для помощи заклинателям. Если это существо убьет кого-то, то душа жертвы занят его место. Чем выше он заклинает, тем лучше признанное существо остается при заклинателе. Только добродетельные могут творить от заклинания. Эээ, то есть, некромантия-то у них хорошо. Окей. Щит. Макроистовая защитная аура, которая получает весь урон и питается маной до тех пор, пока эта не кончится. Щит. Снимите и сотворите заклинания снова. Чем выше уровень, тем больше урона будет получено. Только добродетеля. Берсерк нет, не то. О, исцеление наконец-то. Ух ты, немало стоит. Может, тогда потом он нам не хватит на усиление молнии. Добрает магическую энергию заклинателя на его излечение. Позволяет лечить близкие и дружественные цели. Чем выше уровень, тем больше здорово останавливается. Только самые добродетельные могут творить от заклинания. Так. Бесплотный клинок, который сражается с отношения заклинателя. Угу. Интересно. Ладно, селена в любом случае нужна. Хорошо. Что там с молнией делим? Конечно, щит тоже привлекательно смотрится. Ну, в этот раз молнии как раз таки себя неплохо показали. Стоп, больше врагов, а силы удара не увеличивается или как? Ладно, попытаемся хотя бы так. Да, притирку нам хватает. Ну, кстати, вот так, скорость 800, 800, 1100, 900. В принципе, на все это может хватить. Мы только еще посмотрим. Сложение 500. Здоровье. А выносливость? Базовое сопротивление урона, да. Скорее всего, его возьмем. Сильно, конечно, налегает на этот уровень. До третьего урона где-нибудь, чтобы в пустой опыт не тратить. Просто свыше третьего поднимать не планируется. С другой стороны может. Естественная броня. Ладно, наверное, сегодня броню возьмем. Ну, вот еще хватает на здоровье. На телосложение. Кстати, есть оружие, нам кажется, третье телосложение нужно. Так что, так или иначе, до третьего поднимем. Ну, мы ближний бой, надеюсь, слишком часто лезть не будем. Так, сделаем вот таким вот образом. Так, ну и ловкость. Скорость. Ловкость был. Мне бы скорость персонажа просто при пробеге. Меткость при стрельбе. Ха-ха-ха. Ну, я так понял, точное попадание заряженной стрелы, на смысле, когда полностью натянута в голову, и так перебивает, независимо от меткости. Хотя, может, второй уровень меткости как раз таки позволяет их, ребята, щелкать. Ну, умение торговаться, думаю, пригодится. Меткость. Хотя, а почему бы все не улучшить? О, еще немножко хитрости. Будет у нас хитрый мастер магии. А-а-а. Так. Опа. А, сопровождение торговцы. Это у нас есть задание. Пустим на листик. А, нет. Это другое. Хаблая пещера. А почему она так? Наверное, просто мы не знаем, когда попасть сюда. Говорит, чтоб он пропал. Максимум бисер 4. Ферму. Опять фруктовая ферма. А мы можем держать больше одного задания за раз? Не хотелось потерять задание. Хмм. Ладно, сначала пробуем торговцы спроводить, а потом посмотрим. А, нет. Забыл наживую. Много кипировку. Ну, надеюсь, хватит того, что нас собирали. И хватить. Да, эти средства за все имеющиеся попытки накопились. Так как даже если сохранится вот после того, как ты большую часть противников убил, и тебя опасно не прибьет, то все противники снова возрождаются. А, это достаточно неудобно. Так, кожаный. Минус привлекательность. Правда, что ли? Так. Кубашка на грудный кожаный доспех. Кожаные перчатки. Кольчужные перчатки. Кольчужного доспеха у нас нет, да? А, ну или стоят они, конечно, бы здоровы. Ничего себе на оценки. Так, ну-ка, сходим в город. Кольчужный доспех 804 с 507. Ой, молчал бы. Дрю тут в три шкуры, понимаешь? А, да, кстати, такую дочку не приобрели. Кстати, раз уже в город идем, значит там и приобретем. Хоть не просто так заглянем. Кстати, что за выражение такое? Стеллосовое. Чего? Вот это вот? О, однако. А, хотя, стоп, мы... Да, пришли. Дать признавато. Здесь никого нет. Интересно, подождать можно как-нибудь? А-а-а-а, я слышал о тебе. Как работает трактир? Кстати, у нас есть что продать? Рубин. Это строля, кстати, набил. Два золотых за яблоко. Стоп, у него 10 из 10. Мы его можем продать больше? Или как? 11 из 10. А, то есть, видимо, у него естественным образом больше не будет. А, продать мы можем, это хорошо. Я же думал, что он просто не будет приобретать то, что ему не требуется. Ну, у нас вот одна бочка. Ключ? Продать ключ? Как неожиданно. Книги? Нет, книги нам нужны. Брошу-выспер, оказывается, это трофей. Ну, не знаю, будем ли мы ему хвастать куда-либо. Так, ничего. Я просто помню, там какой-то город нас немножко оскорбил. Сказал, что мы никто. С этим, конечно, особо не поспоришь. Так, прекрасно. Ну, мы... Ну, мы... ...лимерно... Нет, этого, наверное, не хватит ей гриба. Ну, что скажет. Вспомните, крышка в Бауэрстоне-клубе единственная, которая может его уничтожить? Что это у нас? Дома и лавки на двери, которые на обезда продаются, можно купить. А здания, лишившиеся владельцев, будут выставлены на продажу. Эти средства позволяют ему положиться в недвижимость, чтобы сдавать ее в наем. Если вы решите жениться, ему следует приобрести семейный особняк, чтобы жить в нем вдвоем. Семейный особняк? Эээ, пока нет. Это практически все наши средства. Да и семью как-то обзаводиться наш герой пока не планирует. Не, серьезно, что ли? А, пристань? Стоп, пристань? Это один локация? Ну, как неожиданно. Нет, не скажи мне. Ты был отправлен здесь, из-за удивительной молодой девушкой, из-за коматозной девушкой. Не выглядели так удивительной. Я, знаешь, я собираюсь. Я читаю локации на недвижимость. А еще... Ты не первая локация, которую она отправила мне на дорогу. Зачем мне четыре злые мусоромы, и я могу добавить антидот. Но нет в порядке. Эта вещь не убить его. Ммммм... Только сейчас заметил, что... В нашей игре моими стараниями появились шрамы. На лице. Мммм... Квачные бои. Но это не нам. Прискинг в нем. Привет, здесь. Я не знаю, мои дочери. Чего я только че? Придывайте, красивая так, красивая. Чего-то немного. Чего-то переносит. Чего-то присоединяемся. Чего-то немного... шри-то. Эммм, кажется, закончится, закончится? Ну да, допустим. Надеюсь, это не слишком дорого. Она бы позволила мне познакомиться к ней. Пришли и найдите меня, когда ты готова. Я не буду далеко. А, есть важная карта для тебя. Интересно, он только за мной следит? Вот за гильдмастер? Или он там, как оператор, со всеми героями связывается? Похоже, конечно, он должен со всеми, но мы считаем, что он постоянно сообщает о том, какой у нас статус здоровья, сколько у нас статус магических сил, неправильно нам вернуться и распределить опыт. Так, ощущение, что только за нами следит. Я бы, конечно, рад. А где Церуни? Как он называет? Как он называет? Бродобрей? Дали надея. Да, да. Только были эти вибиски что-ли были. А то смотришь и нечего. Здесь вот так живут. Дай мне, кстати, не думать. А вот эти вибиски стримаются. Судя по звуку, здесь кто-то спит А ты кто? Видимо, просто сторонний Здесь кузнец, он мне не интересен Ну, почти Только из средства останутся Здесь никого Вот этот домик выделяется, но он закрыт Все, хорошо, Рунмастер Сейчас Открывается Он называется Рунмастер Кто там кричал? Что открыто? Альбин кузнец Хорошо Ну, раз он здесь, возможно, и тот паренек на месте уже Приветствую торговать А, он не торгует доспехами Так, стоп Мне казалось, я где-то здесь видел Ну, ладно Ну, ладно Ой, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Больше еще Не Подстригли Нашего дюра Ладно, хоть кузнец Тогда заглянем Я Я понимаю, что для нас бреди оружие не критично На, третий телосложение Ладно, пока, значит, иннайлируем А, вон А, вон А, ты целлюльник Так, обычно Это В повседневной смысле, которая у нас Сейчас Держик Вот это та, которая нам нужна Классическая борода Классическая борода Ну, заурядная борода Длинная борода Гладко выкрутое лицо В мусор шерифа А, я пока что все Потом главное не забудеть Вернуть себе обычную стрижку А, все Я думала, что это будет несколько дольше Он покрасился что-ли У него вроде волосы будет темнее Ну, да ладно Ну, да ладно По ощущению, он очень медленно бежит Борода Борода Не волнуйся, я не перейду слишком далеко. Что? Две цели. А, видимо из-за того, что мы одолели выспер, у нас теперь еще какая-то громила появился. А, тут его. Сейчас подстрижемся и в таком карикатурном виде поговорим. Ничего себе, что-то дороговато. Ну-ка. Да, нарисовался. Добавить внимание на сердце, на голову этого персонажа. Это означает, что он находит вас привлекательным. Чем больше себя пипать, тем как у нее сердечко. Что? Попробуйте фрятовать, дарить подарки или применять привлекательные выражения. Чем разнообразнее, тем лучше. Если отношения крепят, то знает, чем все закончится. Что? Кто к кому? А, у них. Позже они вот находят вас симпатяга и оказывается. Ну, ладно. Оу, сколько вся речи по карте побега побежало. Оу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Дальше Прекрасно Субтитры сделал DimaTorzok Прекрасно Так, торгуются. Побежали. Но пытайся не идти слишком быстро, потому что я не смогу поддержать с тобой. Продолжение следует... 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 В смысле туда? Нам не туда. Так, если я правильно помнил, он достал что ли от нас? Ну что ж, если не читать небольшое постав видео светлячка, который феечка и который очень неплохо помешал нам в первый раз вылета, который неплохо помешал нам в второй раз. Вроде все нормально. Мы же на фруктовую должны отвезти ферму. Я был в... Так. Журналы. А, задание. Да, до фруктовой фермы. Узна не видишь. Это удивительно, если честно. Ну что ж, у нас герой стал, видимо, немножко стильный, потому что там сердечки почему-то появились, когда мы сделали эту прическу. И, видимо, у него база прическа канала в лету. Ох уж эти юмористы. Ну что ж, на этом, наверное, пока что все. Ага. Продолжение следует...